Спасибо! В статье я не нашел информации, как хранить сухие черенки и как их потом оживить перед прививкой. Только сегодня пришел вот этот вопрос. И я сказал, я растерялся, нет времени. Я говорю, я на вебинаре в двух словах. Итак, сухие черенки. Ясно, что с торцом они замазаны. Если от меня ясно, что они достаточно не сухие, ну сухие образно. То есть, когда мы храним никаких увлажнений. И выдуманное давным-давно гуляет из здания в издание этими, что надо, с сырыми газетами, идиотизм. Сгнивают абрикосы и сгнивают груши первыми. Ни тряпок, ничего. Хранить, это я Андрею, хранить, значит, поделенные пакеты. Но они пропускают воздух, значит, так же сох. Высыхает у них, так. Вот. И, наконец, получается, наконец, получается... И все равно хоть немножко подсыхает. Два-три пакета герметично. Тогда оживить как? Ну, тут проще. Торцы отрезали там, где этот, садовый вар. Или, может, это канифоль, или, может, это это, как это называется, когда мы растапливаем свечки. Вот. И, мое мнение, на сутки холодную воду в темном помещении и в холодном помещении, чтобы, не дай бог, не проснулись. Видите эту сладкую парочку? Один из сюжетов прошлого, прошлого вебинара был такой. Значит, это Академик пианиста. Они еще зеленые. Заметьте, он довольно поздний. Обратите внимание, 18 июля. В этом времени уже другие сорта уже упали. А тут еще висит зеленый. И вот получилось такое чудо. Я взял и еще неделю раньше я сказал, вот видите, мешочек. В этом мешочке 20 распространенных, сухих, вот таких косточек. Еще кино чуть ли не специально снял. Ну, может, кто-нибудь его выпьет. Но это же уникальные вещи. Вот это. Ну, пусть снимок не самовыразительный. В плане плодов. Вот. Ну, поверьте, он того стоит. То есть, вот эти плоды от 100 до 120 грамм. И вот звонит Кириллин. А так как неделя никакой реакции, только мы их мешочки. Показывал фильм. Один из фильма видел на кухне. Мешочки с песочком. На второй день звонок. Иван Феодорович Кириллин. Хочу 100 штук. Я растерялся вначале. Говорю, все, поздно. Потом думаю, а что поздно? Сутки-то. Короче, отмыли мы их. Высушили. И сегодня они поехали в Казахстан. Вот так вот. Я его назвал садово-смотрящий по Казахстану. Ну, если мужик такими темпами, такими масштабами работает, значит, это здорово. Вот так. И после него сегодня снимал кино, там, девочек снимал. Внучка снимал, тоже умудрилась. Это, 10 упаковочек сделать. Причем нормально, хорошо сделал. И показал, что осталось их еще 10 упаковочек по 10 штук, но уже в песке. Но это нормально, потому что старификация как раз началась фактически за 2 месяца до посадки. Другое дело, уж на 10-то для всей страны предлагаю упаковочек суперсорта. Вот, неужели не продал? Ну, вот нашелся один, и тот иностранец. И вот, вот, ты у нас иностранец. Ты у нас казах. Так, еще в такой момент, видите, здесь написано. Это я открыл часть холодильника. Черешня на степневишне. Вот видите, на ваших глазах. А теперь смотрите вот сюда. Опа, где-то ниже, 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 ниже. Ну, память у меня сейчас. Как-то я умудрился. Ага, ну, значит, поверьте, на слова. Хотя, то есть я помню, что я вставлял этот снимок. Там у меня стоит эта же сладкая парочка. Значит, пианист. Так. Пианист стоит. И, нет, Лена стоит, Лена Савинич. Это она. На фоне черешни, которые мы потом собрали. И в виде косточек я ее засталифицировал. Вот эта баночка. И я показывал и фотографию с красивой девушкой, и фотографию с красивыми черешнями. Рассказывал, что это новое направление. Что среди нас должен найтись хотя бы один. Хотя бы один селекционер, который возьмет и продолжит эту линию. То есть черешня выросла на степной вишне, что уже сенсация. Мы-то видели три уже урожая. Значит, это не случайно. А потом черешня выращивается из косточек. Так. И мы имеем у нас практически новый сорт. Тот самый низкорослый. О котором бредит вся наука. Но бредит как? Чтобы сделать из высокорослого низкорослого сорт. Это то же самое, как чека Докметрова на голову отрубить. Вот. И теперь он становится нормальным. Не выделяется из толпы. Так и тут. Весь бред заключается в том, чтобы высокорослый черешня искалечить. И сказать, вот теперь будет низкорослый. Один вариант. Вот. И дальше еще халтурни. Например. Клоновая, подвоя, вишневая. Халтурни в жизни ничего не встречал. Но мы это проходили. Это полный тупик. Который ничего никогда не будет. Черешин. Сколько ты ни привай на эти палки поросины. А здесь. Баночка стоит. Еще один момент. Так же, как у меня вот эти. То, что лежат, никому не надо. И вот эта вот баночка стоит. Видите? Тоже никому не надо. И как-то я начинаю разочаровываться. Господи. Ну где? Где садоводы? То, что я предлагаю. Это уникальная вещь. Они настолько уникальны. Ой. Ну ладно. Так. Так. Как-то девушку не глядите. Это я знаю, что. Вот это покупается за большие деньги. Упаковка. Вот это пластиковые конверты. За большие деньги. Это за большие деньги. А еще малярный скотч. Еще пищевая пленка определенная. Пакеты. Еще не все. Еще жизнь разорвана на две части. Половина души и половина тела. Питомники приходится часто ездить. И часто возвращаться. И тратить на бензин. Силы тратить на все. Потому что в городе еще больше работают. В городе дети. Много детей. Они не знают слова папа. Никогда в жизни не произносим. И приходится разрываться. Это все деньги и деньги. Поэтому. Ребят. Раз месяц. Скинуть бы я камни. Дорогие косточки. 25 рублей. Если соберем акцию. 20 рублей. 20% скидкой. То есть. Честь москового 23 года. 23 февраля. Вот. И все равно дорого. Хоть раз месяц. скаменький. А на самом деле. 25 рублей. Да. Ну. Короче. Просто эта тема. Не. Это. Чебесно. Восемка. Сами. Знаешь. Продолжение следует...